Да всё, включила. Карина, здесь очень стрёмно. Мы уверены, что мы не провалимся. Всем большой привет, ребята. Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моём канале. Наши родители опять уехали на целый день, и мы обнаружили одну очень странную, не то чтобы дырку в нашем потолке, но было явно понятно, что в нашем доме присутствует чердак. Это какой-то люк был, знаете, в потолке с какой-то дыркой, ключом, что-то типа этого. Да, была дырочка, и мы замечали, что в нашем гардеробе есть палка, которой можно ткнуть в потолок, и этот люк откроется. Родители нам никогда не говорили про то, что у нас есть чердак, и именно поэтому мы решили втихаря от них сюда забраться, посмотреть вообще, что здесь происходит. Вообще, мы уже дня три с Полиной думаем над тем, что тут всё-таки есть что-то секретное, и родители об этом умалчивают. Ближе к делу, из-за чего я решила снять это видео к себе на канал, чтобы передать вам ту самую атмосферу и показать вам сам чердак и ту находку, которую я обнаружила буквально час назад. Родители уехали рано утром, сейчас примерно 11 часов утра, мы еле как затащили сюда кольцевую лампу, и я надеюсь, что в принципе я смогу передать вам эту странную атмосферу, всё то, что происходит на чердаке. Оставайтесь со мной, сейчас я вам покажу то, что я здесь нашла. Я взяла с собой фонарик, и мы с Полиной надели тапочки, чтобы не запачкаться, потому что на чердаке очень пыльно. Вот так вот тут всё выглядит, я если что буду светить, вот так выглядит мой фонарь. Вот это моя кольцевая лампа, она очень яркая, поэтому тут достаточно освещения. Вчера, когда мы с Полиной пытались понять, как вообще открывается тот самый люк, мы мельком увидели, что тут очень-очень темно, ну и естественно, тут нет никакого освещения. Сейчас начнётся всё самое интересное, я вам от и до покажу чердак, и самое главное, находку, которую я обнаружила, и мне очень интересно, что же это такое. Возможно, этот ролик вообще не выйдет на моём канале. Мы держим люк открытым, мало ли что произойдёт. Ходим по деревяшкам. Вот наш второй этаж, большая лестница. Мы вообще с Полиной около часа боялись по ней подняться, потому что думали, что она нас просто-напросто не выдержит. Нужно нам успеть всё посмотреть и повеселиться, пока родители нас не обнаружили и не пришли домой. Ну я, по крайней мере, надеюсь, что они нас не спалят, Полин. Девичник. Итак, ребятки, я вам сейчас покажу сам чердак, что находится вокруг. Вот так вот я отойду. Смотрите, ребят, вот наш чердак. Он очень стрёмный, особенно без моей кольцевой лампы. Я свечу фонариком. Вот стоит моя лампа. Тут я. Тут Полинка. Извини, что я тебе свечу в лицо. Ну и тут, соответственно, лежит то, что мы нашли с Полиной. Вот так более-менее видно, ребят, я сейчас приближу. Это то ли какой-то блокнот с паролем, то ли какая-то тетрадка, то ли книга. Я издалека понять не могу, но так как по деревяшкам всё-таки ходить не стоит. Я так понимаю, всё вот это вот серенькое, что на полу, это утеплитель. И я безумно боюсь за то, что если мы с Полиной будем ходить не по дереву, мы просто-напросто можем провалиться и упасть на второй этаж. Моя главная цель сейчас это дотянуться до вот этого странного предмета. Каким-нибудь образом, если слегка проблематично. То есть нам ещё нужно как-то до туда дотянуться. И понятно, что неспроста она тут лежит. Блин, а как мне до неё дотянуться-то, Полин? Как-то нужно это сделать. Аккуратно. Очень аккуратно. Так, мне нужно взять, наверное, какой-нибудь... Это какой-то шланг или не знаю, что это. Давай я дотянусь. Погоди, погоди, я сама. Так. Так, ты дотянулась? Я дотянулась, да. Садись сюда. Капец, покажи, что это. Аккуратно только, давай. Сейчас мне нужно как-то перешагнуть ещё. Прямо сейчас, ребят, нам нужно разобраться вот с этой странной штуковиной, но взяв её в руки, я уже убедилась, что это не книга. Какая-то коробка, и она с паролем. Возможно, это какой-то секрет наших родителей, или они там что-то хранят. Но так как их нет, я думаю, стоит заглянуть. Если там будет что-то супер личное, я просто не выложу это видео на свой канал. Но я люблю снимать всё о своей жизни, поэтому почему бы не попробовать? Тут пароль. Попробуй 1-1-1. Почему? А, ну так везде, да, такие пароли стоят? Мне кажется, да. Типа, я не помню, либо 0-0-0-0 стоит, либо 1-1-1, точно не знаю. Так, 1-1-1, погоди. Тут ещё какая-то херня непонятная, крутилка. Я не вижу тут цифры 1. 7-8-0, вот-вот-вот, вот 1. 1-1, попробуй теперь брать это в замок. 1, нифига. Так, 0-0-0-0 говоришь, да? Да, попробуй, потому что это один из самых базовых паролей. Он везде стоит, я тебе точно говорю. 0-0. О, смотри. Открылась? Открылась. Так, погоди, погоди, снимай меня. Чё там? Чё там, чё там, чё там? Ну там всё подово родительское, чё-то личное. Ну, конечно, или строительское. Но строители тут как бы уже должны были всё и так покинуть. Смотри, там и так инструменты лежат. Я не знаю, чё они тут забыли. Ну. Итак, момент. Так, я снимаю. Чё там? И чё это? Эм. И чё это за херня? Бумажки какие-то. Погоди, тут написано моё имя. Чё? Тут моё имя написано. Чего? Подожди. Фокус. Капец. Тут реально написано моё имя. Офигеть. Ну, может, родители написали. А чё, а зачем? Давай разберёмся. Что-то они хотели. А может, тут фотография какая-то? Погоди. Расплети. Это что? Такая ещё бумага странная. И чё это? Подожди. Погоди. Ну-ка, покажи в камеру. Что это? Это наша комната. Это не... Это на... Переверни, подожди. Переверни. Вот так? Вот. Погоди, стоп. Давай разберёмся. Я не понимаю. Может, это специально какой-то квест, я не знаю, родители нам подстроили. Ага, специально. А может, они услышали, слышишь, вчера, когда мы ржали с тобой, когда хотели про чердак видео снять, когда я говорила, поднимемся. Ага, и откуда у них эта коробка? Ну, я не знаю. Она какая-то стрёмная. Но она какая-то реально... С обратной стороны. Погоди, стоп, стоп, стоп. Я сейчас всё это... Открываем. Так, карта. Я не знаю вообще нахера, что это такое. Погоди. Отложим её в сторону. Я не могу понять, почему тут написано моё имя. Что это? Здесь какие-то пасхальные рисунки. Вот это всё похоже на каких-то человечков. Смотри. Вот этот как будто руками вверх. У этого руки вниз, ноги вниз. Смотри, это реально какие-то человечки. И самое главное, что походу вот это алфавит. Точно. Смотри. Может, это и есть весь алфавит, типа? Подожди, а давай расшифруем эту запись. Ну, тут, мне кажется, не все. Нет? Карина. Погоди, вот это I... Стоп. Вот этой I точно нет. Ну, по-английскому, как I читается. Вот это на I похоже. Получается, это буква I. Неизвестная буква I. И тут осталось ещё пять человечков. Получается, ищи похожих. Смотри, вот этот похож на K. Вот этот, который руками вниз. Слушай, непонятно. I, K. Это похоже на фиг пойми что, потому что тут этого тоже нет. Вот этот чупакабрик, который сидит. Подожди, так оно порвано. Здесь, скорее всего, вторая часть какая-то есть. Ну, так понимаешь, если бы оно было порвано, то хотя бы было бы видно какие-то другие буквы. А тут тупо порвано. Ну, как бы это как обычная тетрадка. Возможно, есть какие-то человечки отсюда. Смотри, в сидячем положении. И который вверх ногами. Погоди. Вот, возможно. Нет, это E. Вот это K. И, K. Получается, мы можем понять с тобой только две буквы, правильно? Угу. Смотри, а карта тогда, она к чему тут? Тут крестик под кроватью. Или на... Короче, на кровати крестик. Мы только что с тобой сидели на кровати. Значит, под кроватью. А что там? Вот именно, что там? Чё это за фигня вообще? Погоди, пойдём вниз. Блин, пошли. Нафиг надо тут? Ну, пошли. Стой, стой. Верёвку я вот эту оставлю. Погоди, может, эту фигню тут оставим? Возьми с собой. Потом мы её обратно сюда, да? Нет, возьми с собой, чтобы лишний раз не подниматься на чердак. Хорошо. Погнали. Пошли. Обычно спускайся. Поворачивайся и спускайся. Я беру, получается, все вещи. Слушай, не дай бог мы с тобой долбанёмся с тобой. Без меня не ходи в нашу комнату, мне стрёмно. Ок. Сейчас камеру мне передашь. Хорошо. Капец, стрёмно. Я тут... Вот сюда можно наступать. Да, хорошо. Ага. Стой, стой, стой. Спускайся. Короче, я взяла ещё раз эту карту. Мы только что с Полиной сидели и изучали вообще, что это могло значить. Смотрите, ребят, я думаю, что, в принципе, карту нужно держать вот так. Вот эта дверь, вот эта тумбочка, вот эта тумбочка. Получается, на кровати крест. Это типа получается как? Под кроватью, типа? Ну, поищи под кроватью, потому что мы были на кровати. Тут что-то есть. Смотри, смотри. Что там? Нифига. Что это? Карина, мне стрёмно начинает быть. Что это за фигня? Что это? Смотри. Покажи. Что это за дичь? Смотри, верёвка обмотана, как вот на чердаке мы с тобой достали. Где она? Вот она, верёвка. Прикинь. Одна и та же верёвка. Погоди, что тут? Как мы с тобой? Это фигню-то. Крена. Это... Что это? Смотри. Это, короче, что? Печка? Печка какая-то. Печка? Это что? Бугарки? Вода? Это вода, да, какое-то море. И это что? Похоже на сахарную вату. А, это деревья. Да, деревья. Деревья, точняк. Так, давай посмотрим, что в самой вот этой фигне. Смотри, она ещё даже не открывается. Вально. У неё такой же принт, как на... Чё? Чё это? Смотри, это что? Картошка засушенная? Погоди. Это земля какая-то. И что это значит? Погоди, а может в земле что-то лежит? Нет. Куда ты знаешь? Погоди. Не лежит ничего в земле, Карин. Так, ладно. И что это может значить? Погоди, камин? Вот это самое главное. А, вот ещё что тут лежало. Чё? А, всё. Я поняла, это семена. А, это семена. Обыкновенные семена. Это что-то, вот я видела... Удобрение, наверное. Какое-то, да. Что-то вот для цветков. Подожди, меня больше смущает эта печка. Мне кажется, это печка, которая около нашей речки. Помнишь? Слушай, реально. Ну, у нас пока на веранде нету камина, правильно? Да. Может, мангал, типа? Нет. Нет? Так там речка нарисована. Речка? Ну, всё тогда. И что, мы тогда туда пойдём? Пошли. Раз нам... Да погоди ты, я... Давай подумаем ещё. Я не понимаю, это про... Смотри, это получается камин, но он в воде. И вообще, с чего мы взяли, что это тот самый камин у нашей речки? Может быть, это вообще не камин? Что это? Ну, мне кажется, это печка какая-то. А печка почти то же самое, что камин. А это речка. А около речки наши деревья, которые, помнишь? И раз нам с чердака указало в нашу комнату, то с нашей комнаты может указать на улицу. Получается, нам сейчас нужно пойти туда? Пошли, почему бы и нет. Мне интересно. Пойдём как раз погода хорошая. Да, мне интересно. Слушай, а мне что-то даже нифига не интересно, потому что это бред. Какая-то неизвестная фигня у нас на чердаке. А вдруг это родители реально подстроили? Погоди, а вот эту движуху, кто смог туда положить, если мы с тобой... А мы не смотрели под кровать уже полгода. Вот именно. Слушай, так мы и на чердак с тобой впервые поднялись. Слушай, мне как-то стрёмно. Короче, пошли на улицу, мне не хочется здесь оставаться. Карина полезла за лампой. Капец, тут страшно в темноте. Ай! Это что было? Я сейчас обозралась. Ой, так, Карина, это что было? Это точно ты сделала что-то? Я сделала с деткой. Фу, господи. Тебе помочь? Нет. У меня полные руки. Ещё я так говно взяла. Что это вообще? Бочонок какой-то. Тихо. Давай, спускайся. Смотри, вот эта лампа, она пусть стоит тут, потому что она светила наверху. Мне это не нравится. Мало ли что может произойти, я её решила взять. Я взяла с собой вот это послание и алфавит. Всё, что нам попалось в коробке. Потому что мне кажется, что всё это нужно таскать с собой. Я тоже так говно. Неспроста все эти задания нам приходят. Ой, какая хорошая погода. Капец. Ты думаешь, что это нужно было всё-таки брать? Мне вообще не настораживать. Погнали, короче, всё. Сегодня в нашем посёлке уборка. Все стригут траву, убираются. Тут так, кстати, много одуванчиков, ребят. Это просто шок. Посмотрите на это. Честно, ребят, я вообще не понимаю, что происходит, потому что такое ощущение, что это всё подстроено, чтобы нас напугать. Вот в этом пока я не вижу ничего сверхъестественного. Мне главное сейчас во всём разобраться и понять, что к чему. Карина уже мумо снимала, там было страшно. А это уже... Это да, кстати, покажи. Вот эта штука похожа на какой-то горшочек для детей, который, знаешь, типа продают для песочниц. В общем, мы уже подошли. Смотрите, ребят, вот эта речка, вот эта небольшая беседка. И вот тот самый камин, который, как я поняла, был изображён на этой карте. Открой, погоди, открой, открой. Что это, погоди? Здесь знак вопрос. Погоди. Чё это за фигня? Знак вопрос. Он нарисован, смотри. Он, типа, напечатан, но он нарисован. Как будто от ксера копировали, знаешь. Погоди, чё за фигня? Открой карту. Ну, раз уже тут вопрос, и так понятно, что мы сюда пришли, правильно? Ну да. Но что может означать этот вопрос? Я извиняюсь, что я снимаю помойку. Реально. Вот этот горшочек, я думаю, не нужен. Дай мне его. Я закрою. Карту я достала. Давайте посмотрим на неё. Вот так она выглядит. Камин, деревья. Может быть, этот вопрос означал то, что мы вообще не сюда пришли. Стой, Карина, Карина, Карина. Здесь какая-то бумажка. Смотри. Чё тут? Стрелки. Стрелки. Капец. Причём стрелки, они прям показывают на камин. Погоди, на, возьми. В камине поищи что-то. Смотри, 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 снимай. Снимай. Это что? Это вторая часть алфавита, слышь? Капец. Смотри, я не зря взяла первый. Вот он. Это моё. Вот, это алфавит. Офигеть. Это вот, 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 смотри. Вот, это было прям оторвано из одной какой-то тетрадки или хер пойми. Тут всё в чём-то, смотри, в белом. Капец. Ты чё, Карина, мне страшно. Это реально вторая часть. Смотри, я взяла с собой вот это послание моё или что это? Ну, тут как бы написано моё имя. Давай попробуем разгадать. Давай. Надо было взять с собой какую-нибудь ручку или карандаш. Так, смотри, послание. Буква Ай. Вот она, смотри, смотри. Буква Т. Это мы с тобой выяснили И. Получается Т, правильно? Да. Ты. Дальше. Вот этот танцующий человечек похож на этого. Или нет? Или мягкий знак? Но мягкий знак не может быть после ты. Да. Получается вот это. С. Дальше. Вот этот чупакабрик. Мы с тобой выяснили, что это, по-моему, буква... Где она, где она, где она, где она, где она, где она? К. Вот. Нет, вот. К. Да. Одинаковые. Ты с к. Вот это. Этот чувак похож на этого, который о. О, да. Ты с ко. Ну, получается, р. Вот она. Ты скоро. Ты скоро. Ты скоро. И что это может быть? Ты скоро. Ты скоро. Слушай, ну мне реально приходит в голову только что-то мистическое. Мне тоже. Ты скоро там умрешь, я не знаю. Или еще что-то. Да? Сплю, Николин. Что это? Смотри. Смотри, 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 смотри. Офигеть. Чё я покешу? Смотри. Так, ну это, по-моему, тут изначально было накидано. Твою налево. Подожди, еще раз покажи. Что это за фигня? Подожди, это какая-то... Смотри, это какая-то реально рожа страшная. А это что, окна? Это окна? Я не знаю. Как ты думаешь? Это какая-то стена зеленая. Утро-спорт. И чё это? А, это, наверное, следующая подсказка. Где-то утро-спорт. Это какая-то загадка. Нет, погоди, мне нужно разобраться с фотографией. Ну, фотография какая-то стремная, но это легко с фотошопом. Слушай, ну меня это пугает. Как фотошопить, понятно, можно легко, Полин. Она сфоткана на Инстекс. Да. Ты понимаешь, что это фотография конкретно с Инстекс? То ли она была как-то перефоткана, то ли еще что-то, я не понимаю. Дай мне посмотреть. И что это может быть? Капец, это реально какая-то. Смотри, получается, мы с тобой разгадали, что тут уже написано. Ты скоро по нашему алфавиту. Это все мы берем с собой. Берем еще вот этот вопрос. Все, что мы взяли. Я так и думала, Полин, что вот эта дичь не пригодится. Я так понимаю, что то, что было написано на обратной стороне фотографии... Спортивная площадка. С чего ты взяла? Утро мы по утрам с папой ходим на спортивную площадку. Утро-спорт. Только откуда он знает? Или кто это? Что за фигня? Ты уверена, что это именно это и значит? Я ни в чем не могу быть уверена, но утром я хожу на спорт. Смотри, на обратной стороне ничего не написано и было приклеено на скотч. Это я сразу поняла. Слушай, ну пошли на детскую площадку. Это инстекс. Тут даже написано инстекс. Утро-спорт. Ну это реально, типа вы же с папой ходите постоянно, да, на площадку? Пошли на спортивную площадку, на которую мы ходим. Давай тогда все возьмем и посмотрим, проверим. Пойдем. Слушай, ну пока день, мне не сильно страшно. Ну да. Хотя бы мы хорошо, что не ночью это заметили. Да. Ребят, мне все равно. Кажется, что эта штука пригодится. Хотя бы на той спортивной площадке что-то будет. А ты уверена, что мы вообще туда идем? Ну проверим, мы же гуляем. Нифига себе, гуляем. Ты хоть поняла, какое у нас утро-то сегодня было? Мы, во-первых, нашли с тобой какую-то непонятную коробку. Во-вторых... Мне больше всего страшно с этой фотографией. Слушай, ну мне кажется, что это фото... Ну хотя хер знает, но это просто нас кто-то пытается запугать. Мне показалось, что это... Знаешь, что мне кажется? Что кто-то тупо спалил наш адрес. Ну да. Тупо кто-то узнал, где мы живем. А на чердак пробраться легко. Не только через лестницу, но и через крышу это можно сделать. Кстати, вот так выглядит детская площадка. И она большая, если учитывать то, что нам тут найдется... Точнее придется что-то найти. Велосипеды, тренажеры. Мне кажется, что я нашла. Что это? Это чек какой-то. Это какая-то фигня. Не-не-не, это кто-то уронил. Посмотри под всеми тренажерами. Что где лежит? Может тут написали что-то, я не знаю, на столбе. Мне почему-то реально кажется, что здесь какая-то постулка. Ой, пашка. Я прям чувствовала, Полин, что найду вот тут. Под этой штукой. И что, ты нашла что-то? Нет, ничего нет. Я нашла, смотри, смотри. Офигеть, смотри. Реально что-то там лежит. Что там? И что, все что ли? Обычный белый лист, где напечатаны всякие молочные продукты, пиво или что это такое. Написано, иди туда из стрелки. Куда нам идти? Ну это похоже на холодильник. Ну это понятно, что холодильник. Нам что, идти в холодильник? Пошли посмотрим холодильник. Смотри, 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 смотри. Смотри, тут еще что-то лежит. Что там? Ой, дай я сяду. Есть, смотри. Что там было? Это еще три буквы. Иди туда. Мы должны подойти к холодильнику или как? Скорее всего, потому что... Ну мы что-то с тобой очень догадливые. Мне вот что-то кажется, что это нифига не холодильник. Давай попробуем их разгадать. Я достану из штанов все, что у нас есть. Так, это подсказки, вопросительные знаки. Вот, алфавит. Получается, если мы с тобой уже нашли весь алфавит со всеми буквами, хотя мне кажется, что это не все. Мне кажется, что эти три буквы что-то означают. Смотри, тут два человечка. Сейчас посмотрим, с какими это совпадает. Вот, вот этот. Смотри, буква П. Они одинаковые. Да. Видишь? О. О, О. По. И последний. Это какой-то он, я не знаю, странный. Он как будто сидит, смотри. Типа сидит. Погоди. Сидит, сидит, сидит. Р. Нет, это не Р. Не видишь? И. Буква И. Да, да. Смотри, И. Реально одинаковые. Да. Ты по И. Что это может значить? Что за бред? Ты по И. Смотри, я достану вот эту фигню. Если посудить, то это пазл, разве и нет? Мы можем сложить. Ну какое-то да слово здесь точно. Собрать надо. Смотри, офигеть, у меня получ... Смотри, вот так, вот так. Получается, это у нас ты скоро по И. Что за бред? По И. Ты скоро по И. И что это значит? Ладно, пофиг, давай все сложим. И пойдем к холодильнику. Пойдем к холодильнику. Ну ты уверена, что это холодильник? Это холодильник. Потому что мне кажется, что это бредятина какая-то. Так видишь здесь эти, как у холодильника, это точно холодильник. Ну это реально... Да, холодильник. Прям стенка холодильника? Да. Окей, давай попробуем Что-то меня это уже напрягает, блин Кстати, меня тоже, что может быть в холодильнике у нас дома? Потому что меня вот больше напугала фотография, которую мы с тобой нашли И мне жутко не нравится, что эта фотка сейчас имеет право лежать у меня в штанах Давай ее разглядим Может быть это знак какой-то, я не знаю Тупо фотография с каким-то лицом открытым, страшным С ума сойти, смотри Капец, короче, ну нафиг Ну Давай возьмем все, что есть И пойдем У нас холодильник какой-то, типа, не у нас дома Ну а где? Нам становится еще страшнее, потому что как-то мы уже не хотим дальше в это все ввязываться Но Полина утверждает, что все-таки следующая записка лежит в холодильнике И до сих пор ходит с этим горшочком Мне что-то как-то становится не по себе, потому что, ну это неадекватно Когда раз мы что-то нашли, потом нас отправили на улицу Мне кажется, что действительно факт, что кто-то спалил наш адрес И понял, где мы живем Все-таки правдив И, кстати, вот эта записка Ну посмотри в холодильнике Это может быть не только он Может быть вообще в ящиках Или еще где-то Прикинь, тут сейчас лежал бы кто-то мертвый Боже, фу, Карина Вот что-то Слушай, реально, что за фигня? Капец, ну куда? Что за говно? Слушай, ну это реально уже шутки Посади Покажи, посмотри Ребят, смотрите Посади растение завтра Причем написано, да, как будто бы, я не знаю как Ну В 10.00 тебя ждет Следующая Подсказка Подсказка Говно какое-то, откуда у нас вообще что-то появляется дома? Я недавно кушала Заглядывала в холодильник Нифига не было Бред, какой это реально Слушай, а что это? Может родителям сказать? Позвони им, не знаю Может не надо Ну что-то меня пугает Во-первых, у нас на втором этаже открыт чердак И мы до сих пор лестницу не убрали Там может происходить все, что угодно Это раз Спасибо, у меня теперь еще стремнее Два Это ненормально Потому что кто-то же все равно проник в наш дом Чтобы оставить такие записки, правильно? Да И что? И чем реально сейчас будем садить цветок? Посадим Потому что кто-то нам написал Может не будем А если не посадим? Слушай, давай лучше посадим Почему посадим? Потому что мне вот Мне эта фигня не нравится Мне это все не устраивает Мы можем посадить, но Я не знаю, к чему это приведет Потому что вот эти вот все записки Для меня это ну явно не смешно У меня тоже Короче, ну давай тогда попробуем Но я что-то как-то даже не горю желанием Я тоже, но раз написали, давай лучше Смотри, у нас есть пленка Можем это делать не на кухне, чтобы нам потом не влетело А вот так постелить и посадить тут Ну давай садить В принципе тут делать-то нечего Причем знаешь, что мне кажется? Что мы сейчас посадим И вот тут в земле будет что-то остальное Записка там какая-то Помнишь, я на втором этаже думала об этом Нет, в земле ничего нет Я подготовила воду Немножечко в пластмасску набрала Смотри, мне кажется, что садить нужно как раз таки в этот горшок Ну, давай попробуем Смотри, берем вот эту фигню Вот эту штуку мы сыпем на дно Потом берем немного земли Даже не немного, а практически всю Нет, все-таки ничего в пакете нет, смотри Я же говорила Ничего не лежит Земля должна быть сырая И нужно оставить немного, чтобы потом покрыть семена Слушай, я теперь не могу даже успокоиться У меня какая-то тревога И мне тоже кажется, что что-то сейчас произойдет Во-первых, тишина Пофиг, что день Все равно как-то не по себе А, так в записке было написано Типа в 10 утра Типа ждет следующая подсказка Хочу завтра, получается? Получается, что да И как мы заснем с этой мыслью? Вообще Слушай, кто-то реально может все-таки скажем родителям об этой фигне Давай? Ну, давай Смотри, берем, короче Делаем дырочки и открываем семена Я, кстати, не знаю, чьи это семена Нигде ничего не было указано Даже не имеем малейшего представления Мы берем и по чуть-чуть Все-таки я на руку высыплю семена Берем и по чуть-чуть высыпаем Каждую дырочку понемногу В одну, в другую, с руки Мне вообще интересно, что это за семена Может что-то вылезет живое Ага, что живое? Семена очень маленькие, Полин Мне кажется, это какой-то цветок просто, нет? Все, я добавила семян Мы просто берем, сверху засыпаем землей Так вот покрываем Ставим вот сюда И поливаем водой все это дело Все, мы полили Можно считать, что я посадила? Можно, конечно Можно дождаться, чтобы выросло что-то Нет, ты же посадила, посадила Вот это все мы откладываем Оставляем Хранить это я тут не хочу Я как-то даже не горю желанием Нужно попозже вынести это все на веранду просто И все, оставляем это все дело Чтобы земля пропиталась Поставим куда-нибудь на окошко Ну и все, я думаю Поставили куда-нибудь вот сюда И думаю, все, это трогать не нужно Пускай там уже все само без нас разбирается Раз нам сказали дождаться завтрашнего утра То, соответственно, мы и дождемся Потому что ничего другого, я думаю, мы не найдем Сейчас пойдем убирать лестницу на чердак Потому что меня это очень остораживает Со всем разберемся Потому что это действительно не смешно И я думаю, все, что нас будет ждать завтра Мы тоже для вас снимем Ребята, я даже не знаю, как мы будем ждать утра Потому что я точно не засну Не знаю, как Карина Ну, во-первых, родители приедут не скоро Во-вторых, как-то не по себе И неохота даже думать о том Откуда берутся все эти записки И ради чего это все было подстроено Вот этого я не понимаю В общем, ребят, следите за нами Я думаю, в следующем видео уже будет какая-то разгадка Потому что это не должно продолжаться долгое время Мы с вами прощаемся И до скорых встреч Пока Пока